Добрый день. Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия трейдер». Как неоднократно я уже указывал, на каждом вебинаре я буду повторять вкратце содержание предыдущего вебинара. И этот вебинар является заключительным по рассмотрению позиций прав и условий совершения сделок по аналитической торговой системе «Золотой Крест». И на этом вебинаре я перехожу непосредственно к анализу текущего состояния рынка на основе аналитической торговой системы «Золотой Крест», которую мы рассматривали в течение девяти вебинаров. Итак, продолжим. Это заставляющая торговая системы. Дивергенции, конвергенции, таймфреймы, накопленные, скрытые, локальные экстремы, рейндж цены, ценовой канал, флэт тренд, ценовые уровни. Торговая система может быть построена на индикаторах торговой платформы. Дивергенции бывают различными. В интернете очень много информации по ним. Поэтому, вкратце, совершив обзор текущей ситуации по проведенным вебинарам, я перейду к основной части. Темой следующего вебинара будет анализ текущего состояния рынка на основе АТС «Золотой Крест». Анализ текущего состояния рынка всегда будет строиться на торговой системе, которую реальный трейдер имеет как способ вхождения в рынок. Открытие и закрытие сделок. Все последующие вебинары, это 10 из 10 апрель-май, будут построены на анализе рынка, различных инструментов, уровней, стоп-лоссовых позиций, тейк-профитных позиций, способах открытия сделки и поиска наиболее выгодной ситуации для получения прибыли. Добрый день. Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». Как неоднократно я уже указывал, на каждом вебинаре я буду повторять вкратце содержание предыдущего вебинара. И этот вебинар является заключительным по рассмотрению позиций, праве и условий совершения сделок по аналитической торговой системе «Золотой крест». И на этом вебинаре я перехожу непосредственно к анализу текущего состояния рынка на основе аналитической торговой системы «Золотой крест», которую мы рассматривали в течение девяти вебинаров. Итак, продолжим. Это составляющие торговой системы. Дивергенции, конвергенции, таймфреймы, накопленные, скрытые, локальные экстримы, рейндж цены, ценовой канал «Флэд Тренд», ценовые уровни. Торговая система может быть построена на индикаторах торговой платформы. Дивергенции бывают различными. В интернете очень много информации по ним. Поэтому, вкратце, совершив обзор текущей ситуации по проведенным вебинарам, я перейду к основной части. Темой следующего вебинара будет анализ текущего состояния рынка на основе АТС «Золотой крест». анализ текущего состояния рынка всегда будет строиться на торговой системе, которую реальный трейдер имеет как способ вхождения в рынок открытия и закрытия сделок. Все последующие вебинары это 10 из 10 апрель-мая. Будут построены на анализе рынка различных инструментов, уровней, стоп-лоссовых позиций, тейк-профитных позиций, способах открытия сделки и поиска наиболее выгодной ситуации для получения прибыли. Добрый день! Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия трейдер». Как неоднократно я уже указывал, на каждом вебинаре я буду повторять вкратце содержание предыдущего вебинара. И этот вебинар является заключительным по рассмотрению позиций прав и условий совершения сделок по аналитической торговой системе «Золотой крест». И на этом вебинаре я перехожу непосредственно к анализу текущего состояния рынка на основе аналитической торговой системы «Золотой крест», которую мы рассматривали в течение 9 вебинаров. Итак, продолжим. Это составляющие торговой системы. Дивергенции, конвергенции, таймфреймы, накопленные, скрытые, локальные экстримы, рейндж цены, ценовой канал «Флэк Тренд», ценовые уровни. Торговая система может быть построена на индикаторах торговой платформы. Дивергенции бывают различными. В интернете очень много информации по ним. Поэтому, вкратце, совершив обзор текущей ситуации по проведенным вебинарам, я перейду к основной части. Темой следующего вебинара будет анализ текущего состояния рынка на основе АТС «Золотой крест». Анализ текущего состояния рынка всегда будет строиться на торговой системе, которую реальный трейдер имеет как способ вхождения в рынок открытия и закрытия сделок. Все последующие вебинары это 10-10 апрель-май будут построены на анализе рынка различных инструментов, уровней, стоп лоссовых позиций, тейк-профитных позиций, способах открытия сделки и поиска наиболее выгодной ситуации для получения прибыли. Итак, видеообзор движения рынков на основе аналитической торговой системы «Золотой крест». Будут рассмотрены примерно 10-12 инструментов, валютные пары, индексы различных стран. Индексы отражают в основе экономическое состояние экономики той или иной страны или экономической зоны продуктовые контракты в частности на зерно, кукурузу, сахар, нефть. Видеообзор каждый раз строится на аналитике фундаментальных данных по различным экономическим регионам и рассматриваются экономические зоны по их дислокации, то есть еврозона, зона доллара, при этом при анализе состояния индекса еврозоны на американских биржах рассматривается общее движение индекса еврозоны по отношению к американским индексам. Значит, на этой неделе в июне публикация данных происходит планово, по календарю и с публикуемыми данными можно ознакомиться на любом новостном сайте. Данные экономические по различным странам выходят в строго определенные дни и часы. Максимальная активность рынка наблюдается именно на американской сессии, поэтому есть трейдеры, которые предпочитают торговать по настройкам индикаторов именно начиная с американской сессии или совершают сессионную торговлю. Начало недели очень насыщенно, много выступлений различных представителей ФРС, и публикация данных каждый раз идет планово. Итак, начинаем еженедельный обзор на основе торговой системы «Золотой крест». На мониторе представленный индекс S&P. Таковы характеристики этого индекса, что аналитика проводится по общему индексу склеенные графики, а торговля проводится по индексу, который имеет экспирацию, в частности, этот индекс имеет экспирацию 21 июня. Таким образом, у трейдера, если он торгует индексами, должны быть представлены большие таймфреймы. Это вся история по выбранному индексу. На истории можно посмотреть наиболее значимые ключевые уровни, рассчитать по коррекциям Fibonacci или по точкам разворота Pivot Points, наиболее значимые ценовые области, узнать историзм индекса и текущее направление нынешнего рынка. То есть, это все делается на склеенном графике, на графике, который предоставляется для анализа общей ситуации. Торговлю в этом случае производится на индексе, обращаем внимание на его индексацию, это июньский контракт, то есть контракт, который имеет экспирацию в июне месяце. Соответственно, текущая ситуация по индексу S&P, рассматривая более подробно на графике, недельном, индекс достиг максимальных значений с момента окончания кризиса и превысил докризисные значения. Соответственно, если имеется торговый канал, в котором индекс движется, индекс ожидают порядка на уровне 1800 по итогам года, то есть американская промышленность, за счет того, что накачивается бюджет ФРС, резервной системы и бюджеты банков, стоимость индекса может достигнуть 1800. Соответственно, с учетом коррекционных зон, которые трейдер наблюдает на мониторе, исторического хай, индекс недавно едва превысил его, и торговый канал, стопроцентная коррекция, в зависимости от направления рынка тренд, может находиться на уровне 1800. Это по индексу S&P. Еще раз повторю, что торгуют по индексу, который имеет дату экспирации, а аналитику проводят по склеенному индексу, который подкачивает данные, торговая платформа МТ4 это позволяет делать, по текущему состоянию рынка, то есть по инструменту, который имеет экспирацию. В этом отличие, графика для аналитики на нем торговлю совершать невозможно, и график для торговли, который имеет начало контракта, рассмотрим на сайте фибогрупп, календарь экспирации СФД, то есть тот инструмент, который вам предоставляет брокер. Таким образом, представлены календарь экспирации по различным торговым инструментам, именно СФД, контракта на разницу. находим ЕМИС СНП 500, и смотрим даты экспирации. Предыдущая экспирация контракта была 15 марта 2013 года. Этот индекс, который был показан на графике для торговли, имеет дату экспирации 21 июня. Следующая экспирация 20 сентября, и последний контракт, который предоставляется брокерам, имеет экспирацию 20 декабря. То есть, достаточно удобный индекс, который имеет долгие сроки экспирации. Необходимо учитывать, что к окончанию экспирации контракта, то есть, прекращения действия, индекс может, это очень удобно, немного потерять в цене от предыдущих хай. То есть, брокеры закрывают торги по данному контракту, за три дня до экспирации, и сделки совершаются только на закрытии позиций, которые у трейдера были в рынке. Таким образом, каждый раз необходимо изучать календарь экспирации. Видно, что французский индекс имеет дату экспирации каждый месяц. этим он неудобен для торговли. Все остальные индексы имеют трехмесячный срок экспирации. Это очень удобно. Таким же образом смотрим товарные контракты, кукуруза, пшеница, соя, сахар. То есть, трейдеры еще тот инструмент, который он выбирает для торговли. по нефти Курдойл экспирация совершается практически каждый месяц, то есть, 12 контрактов в году. Это нужно учитывать. переходим к текущему состоянию контракта по S&P 500 для торговли для торговли интродэй или внутрисессионной торговли. Необходимо учитывать, что контракты на разницу имеют перерыв в торговле. соответственно, надо знать четкое расписание действия контракта на рынке и после этого совершать сделки или выбранную торговую сессию. Американская сессия отличается наибольшей волатильностью и объемом и совершать сделки на графике по текущему индексу. ожидается 21 июня. За трое суток брокер совершает сделки только на закрытии открытых позиций, будь то продажа или покупка. При экспирации контрактов необходимо учитывать, что индекс часто снижается, то есть происходит коррекция. Следующий экспирационный контракт, то есть контракт, который имеет дату экспирации по S&P 500, трейдеру, если он занимает долгосрочную позицию, как на покупку, так и на продажу, необходимо открывать вручную, при начале действия следующего контракта, то есть сифидишки. таким образом видно, что индекс S&P при ожидании ценового уровня в 1800-1750 находится в коррекции. Это так называемый нисходящий коррекционный тренд. Если рассмотреть основные ценовые зоны, которые достигал индекс, трейдер обличает задачу различные торговые программы, в данном случае GoodTrade MT4, и обозначает целевые точки, уровни коррекции, и показывает направление основного тренда. То есть, видно, что поддержка суженная зона, то есть, растущий рынок, а зона свободного хода, верхний квадрат, это зона, куда, предположительно, индекс может пойти. Значит, трейдеру необходимо применять торговую систему и торговать чутко по сигналам. В частности, на четырехчасовом таймфрейме проще всего торговать от 15 минут и выше. То есть, 15-30 минут. 15-30 минутный график в этом случае показывает то, что индекс нашел некоторую поддержку, и разворачивается вверх. Таким образом, сейчас формируется с учетом большего таймфрейма и длительности накопления объема на уровнях 1630, 1686. Это формируется зона торговли по объемам. То есть, индекс после того, как достиг исторический хай, начал коррекционное движение. Это также необходимо учитывать. индикаторы показывают, что к покупке на данном ценовом уровне у трейдеров интерес пропадает. То есть, та ситуация, когда мы рассматривали дивергенции, конвергенции. Видно, что сейчас происходит конвергенция, то есть, согласованное движение цены, абсолютный индикатор и относительные индикаторы также происходит снижение. Если провести линии по хай и определить те же самые линии по индикативной торговле, видно, что происходит конвергенция движения цены и дополнительных индексов. Здесь видно, что по лоу локальной системе цены цена достигла некоторого уровня поддержки. по индикаторам видно, что интерес к этому торговому инструменту вновь появляется. То есть, цена не прошла ниже определенного уровня. Это дивергенция по лоу. А дополнительные индикаторы показывают повышенный интерес к данному инструменту. Таким образом, производится аналитика по любому выбранному инструменту, и трейдер принимает решение, если он торгует внутрисессионно или межсессионно, или торгует целую торговую сессию, трейдеры принимают решение по открытию и закрытию позиции. В группе индексов, в частности, американского рынка, относятся следующие индексы. NASDAQ опять-таки график для анализа и график для торговли. Индексы, которые торгуются так называемые евростоки, то есть еврозона представлена на американском рынке индексом ФЕСК. это график для анализа. Это также американский индекс, пятидолларовые акции. в частности, в частности, необходимо отметить, что очень часто, в зависимости от состояния экономики США, в различные группы индексов входят предприятия с различной капитализацией. то есть если S&P и NASDAQ представлены наиболее крупными предприятиями, то мини-сайз Dow Jones это пятидолларовые акции. Немецкий индекс FDAX, то есть состояние немецкой промышленности, представлен также, как график для анализа. в данном случае это график для совершения сделок. Таким образом, группа индексов представлена очень широко. Французский индекс и английский индекс Великобритания. По разному состоянию экономик, можно совершать сделки для анализа, применяя более глобальные индексы. Сделки также можно совершать при анализе по S&P 500 по индексу мини-сайз Dow Jones, то есть пятидолларовые акции. В частности, необходимо отметить, что на текущий момент опережение роста индекса по капитализации предприятий, входящих в индекс, с критической отметки порядка 7-8%, это впервые с начала кризиса, то есть, надо сказать, что индексы и акции, которые входят в группы индексов, акции предприятий, образующих индексы перекуплены. Обычная разница достигает 15-20%. То есть, поэтому и коррекции, которые возникают на благоприятном новостном фоне, возникают очень часто. Это, в частности, заметно по американским сессиям, когда происходит короткое коррекционное движение, затем возврат в предыдущей вершине и снова коррекционное движение. Трейдер должен этим пользоваться. Таким образом и происходит анализ движения цены по выбранному трейдерам инструменту, по группам индексов, по финансовым парам, в частности, евро и USD. это график и для торговли, и для аналитики. Прежде, мы рассматривали торговую систему, одну из составляющих частей торговли, на дивергенциях, конвергенциях. то есть, там, где наблюдается дивергенция, повышение абсолютного показателя цена, и снижение интереса к продажам, впоследствии, можно ожидать при пробое уровня хорошего ценового движения. трейдерам, то есть, на примере пары евро и USD, четырехчасовой график, видно, что евро достигло предыдущей коррекционной зоны, интерес трейдеров к приобретению этого инструмента повышается. Значит, следует ждать движение на пробой торговая система от 1.30.50 до следующей ценовой зоны 1.31.60. Таким образом, с учетом риск-менеджмента возможное снижение цены при открытии позиции на покупку стоп-лоссовые позиции ставятся в данном случае по прежним ценовым барам четко видно образование лоу, как поддержки. Соответственно, от этой цены можно открыть продажу до следующей поддержки или покупку. То есть, трейдер должен самостоятельно рассчитывать риски и время для вхождения в позицию. Торговлю лучше осуществлять на более маленьком таймфрейме. сессионный анализ рынка показывает, что австралийская сессия тихоокеанская проявила интерес к паре евро и USD. На европе цена достигла предыдущего уровня сопротивления отразилась вниз. Таким образом, если будет подтверждена цена азиатской тихоокеанской сессии, отбой вверх, можно поставить ордер на покупку и на пробой ниже уровней азиатской сессии, то есть на продажу. В этом случае тейк-профит располагается по прежней линии сопротивления и тейк-профит в случае открытия позиции на продажу по предыдущему историческому уровню, который был доказан. при анализе движения по паре американский доллар и японская иена применяем те же правила и принципы. Здесь видно, что на четырехчасовом графике перейду на дейли. Цена впервые достигла уровня отношения 100, то есть это был ценовой уровень, который американский доллар по отношению кене набирал постепенно. Соответственно, коррекционная зона, откуда следует дальнейшего развития рынка и разворота цены. Это зона, ограниченная поддержкой, ну это конечно один из вариантов 86, но ближайший уровень поддержки находится на уровне 95 по отношению к японской иене. Покупка доллара, продажа иены. Таким образом и совершается определение ценовых уровней. Определение ценовых уровней цены внутрисессионной тихоокеанский регион азиатский регион Европа и сейчас американский рынок будет открываться. Соответственно, если у нас есть явно выраженное движение цены вниз, то скорее всего продажи американского доллара начнутся от уровня 100 по отношению к иене. Поскольку хорошо разработанная торговая система, в частности, аналитическая торговая система Золотой Крест позволяет анализировать любой инструмент, который предоставляет ваш брокер для торговли, по правилам торговой системы совершать множество сделок. Чем более верны и четки правила исследования этим правилам, тем более успешные сделки совершает трейдер. Это видно практически по большую группе инструментов, около 40 инструментов. И в частности, я хочу обратить внимание на поведение контракта на золото. Золото находится явно в продаже. Коррекционные уровни находятся, вернее, поддержка следующая находится на уровне 1245-1280. То есть, в этой зоне, исторически подтвержденной, трейдер может принять решение на открытие долгосрочной позиции на покупку по контракту с золотом. Надо отличать золото спотовое, золото сифидишное. В данном случае, это золото, которое не имеет экспирации контракт на золото. И трейдер может торговать как внутрисессионно, так и в долгосрочной торговле. Также необходимо учитывать то, что в связи с тем, что ставки центробанков сильно понижены, нулевая ставка или полупроцентная ставка, свопы по открываемым позициям в любом направлении покупка или продажа будут отрицательными. Еще хочу обратить внимание, что в частности контракт на серебро это в основном техника, совершает другое движение по отношению к золоту. То есть серебро менее продают, нежели чем золото. Серебро это технический материал в основном. Контракты по меди также отсматриваются на сшитом графике или графике для анализа, а торговля производится по графику, который имеет дату экспирации. То есть каждый раз трейдер должен четко осознавать, какой контракт он анализирует, какой график применяет для анализа и по какому графику торгуют. Это также видно по контракту Крудойл и контракту имеющему дату экспирации. Это пшеница, четко видны уровни которых достигла пшеница. Контракт имеет экспирацию, я уже показывал. Кукуруза это сессионные движения. И сахар. Сахар находится в постоянном даунтренде в связи с тем, что мировые запасы по сахару очень велики. И Бразилия в этом году имеет рекордные урожаи по сахару, то есть рынок сахара имеет преизбыточное предложение, поэтому трейдеры стали на продажу. По СОИ чисто американский контракт. Видно, что СОИ достигла ценового уровня и движется во флете. То есть трейдеру предоставляется очень много инструментов для анализа. инструменты имеют данные или для анализа или для торговли. То есть универсальный трейдер не должен замыкаться на каком-то одном инструменте, четко уметь распознавать ценовые уровни. Цена это абсолютный индикатор. Применять технические средства, предоставляемые брокером и торговой платформой это индикаторы. В частности, в этой дороговой системе применяется очень много понятий. Рейнджсен локальные экстремумы хайлоу, дивергенции конвергенции, вложенные таймфреймы, сессионная активность по выбранному инструменту. Наличие свобовых позиций. Сейчас большинство позиций по инструментам за исключением OutUSD имеют отрицательную свобовую позицию. Сейчас лучше торговать Intraday. Это был ознакомительный вебинар по применению торговой системы для анализа экономического состояния отдельно взятой страны, в частности, Америки, или экономики еврозоны, индексы в связи с тем, что балансы центробанков перенасыщены денежными средствами. Необходимо быть готовым к тому, что рынок может войти снова в стадию глубокой коррекции, и вся аналитика и торговля производится именно по хорошо разработанной торговой системе. Если у вас вопросов нет, благодарю за внимание. Удачи в торговле. Спасибо. 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 Спасибо.